Вы сможете прожить лучшее время своей жизни. Если будете контролировать то, на чем фокусируетесь, сможете находить более вытушевляющий смысл и будете действовать по модели, которая уже кому-то принесла успех. Это может быть ваше время улучшим финансовым, эмоциональным, духовным смыслом. Но для этого нужно контролировать свое состояние, и если вы думаете, что справитесь с этим, уже сегодня вы ошибаетесь. Вам нужны свои ритуалы. Смотрите, каждый в этой комнате контролируется своими ритуалами. И я не только они. Я имею в виду, каждое утро вы просыпаетесь, и я понимаю, как вы выглядите. Я вижу ваше тело, и посмотрев на него, я могу догадаться о ваших ритуалах. Для некоторых из вас ритуал 5 раз в неделю качалка. Я легко это вижу. От 4 до 6 раз в неделю это очевидно. Потому что вы не могли бы выглядеть так, если бы не занимались столько. Для кого-то тренировка, это ходьба, для кого-то подъем тяжести. Ну, можно понять по размерам ваших мышц. Я знаю, знаю, что у вас за ритуалы. Я знаю, потому что ваша жизнь состоит из ваших ритуалов. И пока вы не занимаетесь ими, вы себя дурачите. Как многие понимают, о чем я, поднимите губы, скажите и я. Есть ритуалы, которые введут в вас кондицию, и которые выводят из нее. Если у вас есть ритуалы в отношениях, есть ритуалы со своим телом, есть ритуалы финансовые и идеи, которые действовали во время краха рынков, бизнеса, недвижимости, больше не будут действовать сейчас. Если вы делаете правильные вещи в неправильное время, на выходе вы получаете боль. Я еще раз скажу. Если вы делаете правильные вещи, вы можете сказать, «Тони, я делаю правильные вещи, но ни хрена не получаю на выходе». Вы делаете правильные вещи, неправильное время, вы получаете боль, а не что-то другое. Поэтому лучше делать правильные вещи в правильное время. Знать, что за ситуация вокруг и знать, как менять свое состояние. Как контролировать изменение собственных состояний? Вот для чего это. Вы понимаете, о чем я? Да или нет? Давайте, ребята, да или нет? Тогда пришло время тренироваться. Я покажу вам, что вы можете сделать, если просто сосредоточитесь. Вот, смотрите. Я хочу, чтобы вы немножко подвигались, попрыгали на стуле, потрогайте тела своих соседей, приведите в физическое состояние. Давайте, потрогайте их немножко. Посмотрим, насколько они обичивают. Так, вот теперь что сделаете. Посмотрите вокруг, в этой комнате, и найдите в этой комнате все, что вы можете найти, коричневое. Давайте, как можно быстрее. Ищите коричневое, ищите коричневое, ищите коричневое, ищите коричневое, ищите коричневое, ищите коричневое, ищите коричневое. Теперь закройте глаза, и проведем небольшой тест. Закройте глаза. А теперь выкрикните как можно громче все, что вы видели красного. Если вы увидели гораздо больше коричневого, чем красного, скажите «да». А теперь откройте глаза, теперь посмотрите и ищите красный. Я хочу действительно, чтобы вы искали красный, ищите красный, ищите красный. Все красное, что вы найдете, ищите, ищите красный. А теперь поднимите руку, если вы нашли теперь больше красного цвета, чем коричневый, и скажите «я». Почему вы нашли больше красного на этот раз? Потому что ищите и... Верно. Если вы на чем-то сосредоточены, вы найдете это. На самом деле, вот что я скажу. Вы даже найдете это, если это вот амбон. Как много из вас видели бордовый и называли его красным, просто чтобы насчитать больше вещей. Скажите я, давайте. Видите? Все, что вы ищете, вы найдете. Поэтому, если вы хотите изменить жизнь, друзья мои, вам нужно изменить свою физиологию и фокус. Как быстро, кстати, вы можете их поменять? Как быстро, друзья мои? Как быстро? Как быстро, друзья, давайте. За один удар сердца. Вот и все, что вам нужно для того, чтобы сменить свое состояние. И вы сделаете это быстро. Я задам вам вопрос, или вы должны на них ответить в уме, но очень честно. Что в вашей сегодняшней жизни могло бы вызывать у вас гордость? Если бы вы захотели чувствовать гордость. Если бы вы хотели ее чувствовать, а не... Я не хочу гордиться, я не должен гордиться. Если бы вы захотели гордиться. За что вы могли бы гордиться? За своих детей, за свой дом, за ваше тело, за те проблемы, с которыми вы столкнулись, вместо того, чтобы убежать. Вы пошли и решили. О чем вы могли бы гордиться своей жизнью сегодня? Если бы вы хотели почувствовать гордость. Кто смог о чем-то подумать? И когда вы думаете о чем-то, за что гордитесь, что именно заставляет вас испытывать гордость? А что вы сосредотачиваете, чтобы почувствовать гордость? Как вы дышите, когда чувствуете, что действительно гордую за что-то? Что за выражение появляется у вас на лице, когда вы чувствуете, позволяете себе чувствовать гордость? Да. Каково это? А теперь подумайте о другой стороне своей жизни. Подумайте о чем-то, за что вы благодарны. Или вы не благодарны. Если бы вы хотели быть благодарны, за что вы были бы? За что вы могли бы действительно хотеть почувствовать благодарность? Как многие смогли о чем-то подумать? Поднимите руку. Так что же в этом такого, за что вы чувствуете благодарность? Что это за ощущение, когда вы действительно на самом от всей души испытываете признательность? Или вот еще. Если бы вы хотели чувствовать интерес к жизни по-настоящему, не просто потому, что это модно, но что могло бы рождать у вас чувство волнения в вашей жизни, если бы вы захотели его прочувствовать? В чем бы вы могли быть заинтересованы, если бы вы сосредоточились и по-настоящему попытались? Если бы вы позволили бы себе чувствовать заинтересованность, увлечься чем-то, что бы это было? Как многие смогли о чем-то подумать? Поднимите руку и скажите «я». И когда вы действительно увлечены чем-то, что вас привлекает? Когда вы увлечены, что вы чувствуете, как вы говорите, на что похожа ваша жизнь? Кстати, когда вы чем-то заинтересованы, это затрагивает других людей? Точно? И кто из ваших, ребята, почувствовал себя сейчас немножко по-другому, чем несколько секунд назад? Скажите «я». Почему? Потому что фокус контролируется нашими вопросами. Если вы задаетесь другой вопрос, вы получите другой ответ. Неоднократно, но многократно. И если вы задаете дурацкий вопрос, вы получите дурацкий ответ и дурацкое состояние. Кто тут говорит «почему это всегда со мной происходит?» Это не всегда с тобой происходит. Но мозг так работает, как компьютер. Если ты задаешь ему вопрос, и вот он уже будет желать дать ответ. Потому что ты заслужил, ты идиот. Некоторые говорят «почему я никак не могу сбросить вес?» Вы можете сбросить вес. Но если вы продолжаете спрашивать, «почему я не худею?» Мозг должен что-то ответить. И вот он отвечает. «Су migrant. Дурацкие вопросы введут к чему?» «Дурацким ответом». «Задайте лучший вопрос, получите лучший ответ». Вот что я хочу, чтобы вы поняли. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы можете поменять свое состояние как быстро. Как быстро вы можете поменять свое состояние. И если вы сможете вести свою привычку, вы получите другую жизнь.